Дороги и жилье, зарплаты и пенсии, условия жизни в малых городах, а также переработка вторсырья, который может белорусов сделать богаче. Эти и другие темы поднимали сегодня президентом во время рабочей поездки в Барановический район. Накануне Александр Лукашенко изучил форумы, проанализировав собранные опросы и сегодня ответил на самые проблемные вопросы и дал ряд поручений. В центре внимания экономика региона, а также социальная политика, главная задача которой сократить до минимума разрыв в качестве жизни людей. Разговор в таком формате уже традиция в фокусе внимания именно развития районов малых и средних городов. Необходимо обеспечить равномерное распределение производительных сил в стране. Акцент сделан на 11 городах страны, где в ближайшие два года должны обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие. Одно из поручений дня взять на контроль вопрос цен и зарплат. Больше всего волнует людей рост цен. Я на это обращаю особое внимание. Я поручил главе администрации немедленно взять на контроль вопросы роста цен и заработной платы. Мало того, что мы не можем платить, и это не только от нас зависит, и от меня большую зарплату, которая удовлетворяла людей. Для этого надо произвести товар и продать. Произвел товар, продал, плати зарплату. Никто не мешает. Но более того, что небольшую зарплату не все выплачивают. Поэтому цены, выплата зарплаты, рабочие места и размер заработной платы и пенсии. Если кто-то думает, что мы будем платить заработную плату тем, кто сегодня шалтай-болтай работает и зарабатывает там 600, как они пишут, 700 рублей, и мы будем доплачивать до 1100, то вы должны понимать, за счет кого. Мы что, должны отобрать у кого-то деньги, кто больше зарабатывает, и отдать тем, кто меньше? Это неправильно. Тот, кто попал в сложную ситуацию, предприятие какое-то, мы поддержим. К 1 сентября 2020 поручено выйти на среднюю зарплату в Барановичском районе в 1000 рублей. Приезд Барановича – это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Аршанском районе. Во время совещания поднят целый спектр вопросов развития города и региона. В частности, глава государства ориентировал вертикаль власти на эффективную работу в предвыборные годы. Потребовал также в течение двух лет привести в порядок дороги в районе. Президент заявил о намерении вернуться в Барановичи в начале второго полугодия для ревизии работы предприятий. Еще один акцент и на том, что Барановичи – город особенный в транспортной инфраструктуре Белоруссии. Те, кто призывает меня приезжать сюда хотя бы один раз в год тогда здесь наведут порядок, заблуждаются. После этого моего приезда вы сами будете наводить порядок и будете содержать город в такой же чистоте и порядке, который я увидел сегодня, а вы видите уже несколько дней. То есть, каждый, зная, что это его город, где жить не только детям и внукам, но еще и нам с вами, особенно вам, его надо содержать в порядке, чистоте. В конце концов, это наше здоровье, это наше лицо. А Барановичи – город особый. И надо иметь в виду, что он находится на перекрестке всех дорог и путей. Особенно главной нашей магистрали, которая идет с Китая на запад Европы. Зная, что в городе глава государства, к месту его встречи с активом района пришло много местных жителей. Каждый хотел задать вопрос Александру Лукашенко и узнать мнение о городе. Импровизированная беседа продлилась более 20 минут среди затронутых тем наведение порядка и переработка мусора, повышение пенсии и резервы государства для этого. А также рост цен. Белорусский лидер заявил о намерении возродить народный контроль за этим явлением. Мы посмотрели ваши жалобы у всех. И на первом месте цены. Председатель комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали нас. Сейчас мы посмотрим, кто тут у нас начинает шалить с этими ценами. Потому что нет оснований для роста цен. Это уже залазят в карманы. Хоть понемногу, но потихоньку, потихоньку посмотрим. Мы контролируем и смотрим, где-то объективно выросли цены. Ну допустим, если зимние помидоры и огурцы зимние, конечно там расход больше электричества и прочее и так далее. Конечно они всегда дороже. Сезонное повышение. Но меня удивило то, что у нас цены выросли на крупу. Вот мне надо разобраться, в чем здесь причина. Здесь же еще один фактор. Если крупа до Гречнева или какая-то в России границы открыты, в Украине, да и где закрыты границы. Если у них, у соседей цена ниже или выше, нам приходится подстраиваться под них. Потому что если у них цена ниже, то это сразу дешевая продукция, хлынет на наш рынок. И мы не продадим свою дорогую крупу. Поэтому приходится понижать. Александр Лукашенко осмотрел также лыжероллерную трассу возле агрогородка Мир. Объект не случайно включили в план поездки главы государства. В прошлом году в одном из репортажей АТН показали проблемы с экипировкой биатлонистов с Дюшор Барановичского района. Президент увидел этот сюжет и поручил решить проблемный вопрос. Это стало поводом провести мониторинг всех детских спортивных школ и выявить проблемы с их оснащением и переоборудованием. Сегодня в Барановичах есть все необходимое для занятий биатлоном. Шла речь о материальном стимулировании эффективных тренеров и улучшении условий для ребят.